Ну что же, всем привет! Сегодня мы будем с вами продолжать осветлять волосы, но уже при помощи другой абсолютно продукции. Я вам сразу скажу, что я до этого осветляла волосы, избавлялась от того синего тона от компании L'Oreal. И то, что вы сейчас видите, такой вот зеленоватый оттенок, это действительно цвет выводится таким образом. Не очень хороший вариант, но у нас нет выбора. Я обязательно вставлю фотографию, по которой вы увидите, какой именно цвет волос был после того, как я их осветлила. Я купила краску, продукцию, точнее, Кин, которая сделана в Германии. Это 1000 мл, окислитель 12% Также была куплена краска, оттенок 1280. Вот здесь уже полтюбика использовано. В прошлый раз я осветляла волосы. Как вы можете видеть, у меня, в принципе, они осветлились, и вывелся тот ужасный синий цвет. Где-то вы можете даже видеть достаточно светлые пряди, что не может не радовать. Но и этого было недостаточно. Поэтому я купила Glishing Cream. Это осветляющий крем для волос, который мы будем с вами смешивать с окислителем 12% и наносить на волосы. В принципе, этот состав обычно применяется в технике милирования волос, но мы будем использовать его в осветлении. Средняя выдержка по минутам, это где-то 10-15, максимум 20 минут. В принципе, на мои осветленные пряди, я думаю, что 20 минут будет достаточно. Итак, приступаем. Итак, сейчас мы с вами уже размешали красочку, которую мы будем с вами наносить на волосы. Напоминаю, что мы с вами осветляем вот эту вот часть волос, то есть нижнюю, и сейчас мы с вами будем наносить. Надеюсь, что краска Кин, в отличие от краски Лореаль, достаточно качественная, и никаких проблем у нас с вами не будет. Сначала мы вот так легонечко нанесем, после чего будем обязательно расчесывать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Сейчас мы с вами расчешемся и будем ждать, пока наши волосы... Собственно, клинит краска будем ждать 20-25 минут максимум. Поэтому никуда не отходите. Сейчас мы будем с вами наблюдать за нашим так называемым экспериментом покраски волос. Что хочу сразу сказать, что, в принципе, вот эта вот краска Кин очень даже неплохая. Качество видно сразу, поэтому оставайтесь со мной и никуда не отходите. Всем пока! Ну что же, мы с вами уже прождали практически 25 минут, и мы сейчас с вами видим, что волосы достаточно сильно действительно осветлились. Здесь с этой стороны есть, где небольшие такие потемнения, да, но в основном, ну, равномерно будем говорить, здесь так и задумано было, покрасились. Что мы с вами видим? То есть, это будет вот такой вот оттенок желтизны. Соответственно, я планирую все-таки еще немножко осветлить волосы при помощи тона 1280 от компании также Кин. Тон этот у нас платино-жемчужный блонд называется, вот, и надеюсь, что он в любом случае нам осветлит хотя бы вот эту часть волос, чтобы затонировать наши переходы. Единственное, я пока не могу сказать, буду ли я точно красить, надо сначала смыть волосы, чтобы посмотреть, какой цвет получился. Вполне возможно, что у меня для начала устроит тот оттенок, который у нас с вами получился. Поэтому сейчас я пойду смывать волосы буквально через 5-7 минут. Оставайтесь со мной, посмотрим результат. Итак, сейчас я уже смыла нашу краску с волос. Мы с вами опять видим, что у нас покрасились волосы, но в отличие от краски L'Oreal, осветлитель Кин более продуктивный. И сейчас мы с вами осветлим еще на несколько тонов. То есть, мы с вами видим, что внутри у нас более светлые пряди. Сейчас мы с вами сделаем акцент на эти пряди, но обязательно обратим внимание с вами на то, что мы должны обязательно сохранить вот этот вот переход, да, и осветлять будем вот эти вот волосы. То есть, вот от шеи до конца. Я уже смешала крем-краску-осветлитель с оксидом 12% и оттенком 12,80 и наносим. Ждать мы будем не так долго, всего лишь около 20 минут. Наносим на сухие волосы, они уже подсохли, поэтому сейчас мы с вами можем спокойно, не стесняясь, наносить нашу краску на наши волосы. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, сейчас мы с вами нанесли краску уже вместе с оксидом и осветлителем для тонировки, скажем так, наших волос. Оставляем еще на 30 минут, потом смоем, уложим и посмотрим, что у нас с вами получилось. Оставайтесь со мной. Ну что же, всем привет снова. Сегодня я вам показываю окончательный результат покраски наших волос краской Kine, краска, которая Made in Germany. Вы можете видеть, что цвет, конечно, у меня не платиновый блонд, но цель у меня такая и не стояла. Мне абсолютно нравится оттенок, который у меня есть, особенно переход от такого вот темно-рыжего к такому вот яркому апельсину. Конечно, я буду еще осветлять. Это будет, скорее всего, где-то через неделю, но только для того, чтобы поддерживать вот этот вот баланс желтого оттенка на моих волосах. Сейчас, конечно, волосы выглядят, кажется, не расчесанными, но это, собственно, последствия велопарада сегодня московского. Сегодня, 20 мая, был велопарад по Садовому кольцу, поэтому, попав под дождь, прокатившись практически около 16 километров на велосипеде под дождем, вот такой вот результат на моих волосах. В конце этого видео я обязательно выложу фотографию, где вы можете увидеть меня с укладкой вот до начала велопарада и посмотреть, какой цвет у меня получился. В принципе, меня вполне устраивает. Я, наверное, осветляться пока что больше не планирую, да, но единственное, что для поддержания баланса. Кому интересно, вот вы можете видеть, да, есть некие такие игра оттенков, и мне это очень нравится, то есть переход вполне себя оправдывает. Вот такой вот собственный результат покраски в домашних условиях. И покраска вышла достаточно бюджетно, в отличие от салона, где минимальная цена омбре в данном случае варьировалась от 4800 рублей минимум. Вот, собственно говоря, так что экспериментируйте, не бойтесь, главное, пользоваться качественными красками и не забывайте ухаживать за своими волосами. Всем отличных выходных, пока!